Дышать свежим воздухом – мечта здешних жителей. Зловоние из вентиляции каждый день не даёт покоя Татьяне Михайловне. Хозяйка квартиры рассказывает, за годы жалоб от управляющей компании ЖУ-4, чего только не наслушалась, а решения проблемы так и нет. Они мне предложили такой вариант – пробить отверстие с туалета на кухню и больше ничего. Не протянуть ни гофру, ничего. Я ему сказала, как, и всего лишь, типа того, что он говорит, да, у вас же на кухне тянет вентиляция. Ну, я ему объясняю, что я должна теперь с туалета нюхать на кухне этот запах. Он говорит, но у вас же тянет вентиляция. По словам женщины, ужасный запах из вентиляции досаждает не только ей. Хозяева ещё 14 квартир подписались под коллективной жалобой. В итоге месяц назад пришлось обратиться в жилинспекцию. Там, говорит Татьяна Михайловна, выдали предписание – проблему устранить. Но уже у ЖУ-4 на этот счёт своя точка зрения. Они обратились к нам, но, в принципе, с одной стороны, они сами так спятят зрительно, что у них там дома нет, заняты. Мы сегодня к ним ходили, в принципе, с одной стороны, с утра и после обеды ещё по обеду, в том плане, что у них вентиляция забита, и технически невозможно пробить эту вентиляцию. Невозможность прочистки вентиляционной шахты в управляющей компании объясняют тем, что для этого нужно будет разобрать стены соседних квартир. Но компромисс в любом случае найдут, уверяет директор ЖУ-4. А пока коммунальщики ищут общие знаменатели, отчаявшиеся жильцы обратились в Роспотребнадзор. Отмечу, что за нарушение жилищного кодекса управляющую компанию могут лишить лицензии. Оксана Антонтоева, Виктор Агафонов. Новости дня.